Армавир, Тихорецк, Ейск, Краснодар. На турнир приехали побороться хоккейные команды из семи городов Краснодарского края. Матчи между юношескими клубами на Олимпийском льду пройдут четыре дня. За их встречами смогут наблюдать не только сученцы, но и участники Международного экономического форума, главы регионов. Сегодня юных спортсменов приветствовал вице-губернатор Кубани Николай Далуда. Казачий генерал сначала поприветствовал ребят в раздевалке, уже после на льду пожелал ребятам успеха в турнире и рассказал о важности и необходимости спорта в жизни каждого человека. Тем более, что внимание физкультуре в Краснодарском крае уделяется особое. И по итогам прошлого года Кубань стала лидером среди других регионов России по развитию спорта. Мы будем обязательно традиционно каждый год проводить такие соревнования и не только по хоккею. Ребят 2006-х годов, в следующем году, может, более расширим эту линейку и привезем ребят и других. Почему? Потому что, понимаете, заниматься только в детской спортивных школах – это недостаточно. Необходимо обязательно соревнования. То есть ребята должны видеть, на что они способны. Первыми на лед показать свое мастерство вышли команды Сочи и Симферополя. Черноморские дельфины уже в первом тайме забили гол пионером. Кстати, крымская команда впервые играет на льду Олимпийского дворца. Другие клубы уже знакомы с ареной друг с другом. Так, например, Тихорецкий Витязь уже не первый раз играет на сочинском льду и знает уровень практически всех соперников. Ребят, настрой хороший. Приехали побеждать. Дети уже не первый раз здесь играют. Мы с маленького города, но у нас боевое состав. Мы приехали поиграть, себя показать, посмотреть соперника, посмотреть олимпийские объекты. То есть для детей это праздник. Своебразный праздник в эти выходные будет и у других спортсменов. В дни проведения международного форума также состоялось открытие турниров на Куба губернатора по фигурному катанию и по теннису, в котором принимают участие более ста спортсменов из восьми субъектов России. И таких турниров с каждым годом будет проводиться все больше.